Ситуация в Нагорном Карабахе уже много лет носит вооруженный характер, где обе страны, попутно обвиняя друг друга в провокациях и обстрелах, пытаются прийти к какому-то общему решению, заключив, наконец, мирный договор. Переговоры о мирном соглашении между Арменией и Асербайджаном длятся несколько лет после военного конфликта в 2020 году. Азербайджанская армия заняла ряд крупных городов, не признанные Нагорной Карабахской республики. Тем не менее, в ноябре при посредничестве России удалось заключить договор о прекращении огня, а на линию разграничений ввели российский миротворческий контингент. Следует отметить, что Карабахский конфликт или Карабахская проблема в системе международных отношений, она имеет достаточно долгую историю и связана она с таким явлением, как смешанное проживание народов на компактной территории. Дело в том, что вот этот регион, эта зона, она является зоной компактного проживания двух народов, армянского и азербайджанского. И здесь, помимо национального аспекта, присутствуют также аспекты религиозные. Мы с вами понимаем, что армяне это христианская религия, а азербайджанцы это ислам. И, соответственно, здесь еще накладывается также и конфессиональный вопрос. Именно поэтому в Москве прошли трехсторонние переговоры при участии Владимира Путина, в которых также приняли участие премьер-министр Армении и президент Азербайджана. Беседа получилась продуктивной и трем сторонам удалось достичь компромисса. Как отметил российский лидер, отношения между Баку и Ереваном налаживаются, однако некоторые сложности пока остались. Однако они носят скорее технический характер. Отдельно политики обсудили разблокировку транспортных коммуникаций в регионе. Владимир Путин также подчеркнул, что позиция Москвы по Лачинскому коридору остается неизменной. Сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительства и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут. Трехсторонняя встреча продлилась около 20 минут. Мирный план Москвы вызвал одобрение у лидеров Армении и Азербайджана. Ильхам Алиев отметил, что уже сейчас имеются предпосылки урегулирования отношений. Основой им служит взаимное признание территориальной целостности. По словам Алиева, у Баку нет земельных претензий к Еревану, поэтому и подписание мирного договора весьма вероятно. Мы в Москве провели серию встреч, посвященных отношениям между Арменией и Азербайджаном, карабахскому урегулированию. Сначала прошли двусторонние встречи, раздельные двусторонние встречи с моим коллегой из Азербайджана, затем с коллегой из Армении. И затем мы встретились уже втроем, где обменялись оценками той ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договоренностей, достигнутых за период после ноября 2022 года между президентами Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении. Таким образом, на одну горячую точку в мире становится меньше, а значит, в конце концов, идя по пути дипломатии, стороны конфликта смогут вернуться к докризисным отношениям. Елизавета Газизянова, Универньюз.